Спасибо большое, очень рада всех видеть, спасибо, что пришли. Я коротенько помолюсь. Боже, позволь мне отложить в сторону все то, что я знаю о Тебе, о себе, о других и о своем выздоровлении. Ради нового опыта в Тебе, Боже, в себе, в других и в столь нужном нам всем выздоровлении. Аминь. Ну, начну как обычно, как все мы начинали. Пила я долго, много и с удовольствием. Первое время, конечно, это был способ такого, как бы, более успешного ощущения себя в обществе. Начала я где-то лет в 16, мне это понравилось сразу. И при этом, ну, практически сразу у меня появилось желание продолжать. То есть никогда у меня не было такого, там, ах, я уже пьяная, пошла я спать. Вот. И, в принципе, как бы особых не было у меня ни последствий, ни для здоровья, ни для чего. Довольно долгое время. И в какой-то момент я даже стала считать себя духовным человеком, потому что я не гонюсь за обувательщиной, как все остальные. Я там общаюсь с интересными людьми, я езжу, я слушаю музыку, стихи и так далее. Было много веселого вначале, потом постепенно, естественно, алкоголь начал вытеснять из моей жизни все остальные вещи. И в какой-то момент я перешла к тому, что начали мы пить с мужем, в принципе, каждый день. И постоянно доза спиртного увеличивалась. Ну, в общем-то, это такая тема довольно-таки известная. И я даже стала отдавать себе отчет, что я алкоголик, что с этим нужно что-то сделать. Но мне всегда казалось, что вот если наступит тот вот страшный момент в моей жизни, когда вот уже все, то я брошу. Ну, слишком мне было комфортно с алкоголем, а ничего такого не наступало. Я, в принципе, работала. Ну, домашние ссоры там, ну, какие-то неурядицы. Но в жизни не все так, как хотелось бы. Мало ли, у всех не так, как хотелось бы. Вот. Откладывала. Вот эта знаменитая фраза у Шевчука «Я завтра брошу пить, вот удивится свет». Это про меня. То есть, ну, и, в общем-то, так продолжалось довольно долго. Жизнь моя постепенно, плавненько достаточно, очень плавно катилась под уклон, но начало все рушиться. И тем не менее, голова меня обманывала и считала, рассказывала мне байки о том, что это не связано с алкоголем, что бухают все, что, как бы, у меня-то еще не самая плохая ситуация. Но потом наступила и, в общем-то, одна из самых плохих ситуаций, когда я заболела. Я осталась одна. Ну, в смысле, одна в плане семьи. Так мне, конечно, помогали. И друзья меня не бросили, и даже такие дальние знакомые очень многие помогали. Но я заболела, стала беспомощной. И очень ярко было видно, что я конкретный уже алкоголик. Я, ну, в районе часа я шла от квартиры до магазина в один конец за бутылкой. Столько же обратно, потому что у меня были с ногой проблемы. Но я не оставалась без спиртного. Героически доползала. С силой и волей у меня было в этом смысле все в порядке. Вот. Вот вопрос. Кто там уже забыл ключи от машины там на лавке? Да. Не знаю. Так, в общем-то, жизнь начала катиться под уклон совсем. Я перешла на сильные обезболивающие, опиаты. Все это в смеси с алкоголем, с другим количеством бешеных таблеток. В общем-то, дома выздоравливать у меня шансов не осталось. И мы с мамой вынуждены были репатриироваться в Израиль для того, чтобы спасти меня. Спасать, попытаться спасти ногу. На тот момент нам пришлось просить помощи у друзей финансовой и просто информации. Очень многие люди отозвались. Притом я была безумно тронута тем, что отозвались люди, о которых я просто не помнила даже. Я с трудом вспоминала, кто это. А люди вот сами находили эту информацию и помогали всячески. Вот. Тогда я считала, что это я такая хорошая. На самом деле, мне просто действительно очень везло на хороших людей, как и продолжают везти. За что я безумно благодарна Богу. Оказавшись в Израиле, я продолжила быть верной себе. Я точно так же, я ездя в больницу на такси, на обратном пути, заезжал за алкоголем. То есть у меня просто начинался психоз на уровне сумасшествия. Я не представляла себя вечером дома без спиртного. Кое-как трезвее к утру, направляясь опять по больницам, я все равно находила вариант. Ну, тем не менее, какое-то, видно, врожденное любопытство, красота страны и, в общем-то, не знаю, где-то остался кусочек позитива. Я начала потихонечку, во-первых, выздоравливать с ногой. Мне здесь помогли и врачи, опять же, и люди. И как-то немножечко я воспряла духом и нашлась работой. Я стала, перед этим я еще в Ульпан умудрилась ходить. Опять же, тоже типичный алкоголик. С утра я ползу с бадунища в Ульпан, учусь, прихожу домой, делаю уроки. Ну, а вечер я назизюкиваюсь. Естественно, к утру чистая, как лист бумаги в голове. Мало что оставалось. И так каждый день. Ну, на самом деле, это было очень печально, потому что на тот момент уже у меня там было очень много проблем со здоровьем. У меня, я уже очень плохо ходила, то есть я действительно ползла в Ульпан. Кроме ноги были проблемы с координацией движений, с памятью и прочим. Ну, тем не менее, опять же, меня вот Бог как-то тащил. Я на кашнику взял меня к себе на работу. И я там успешно полтора года, достаточно успешно для такого состояния проработала. Опять же, не откладывая спиртное. Ну, вот как мудро сказано в нашей большой книге, для того, чтобы алкоголик пришел к окончательному краху, понимание, его должны для начала уволить. Так было и со мной. Меня уволили, и я в первый же день, в первое же утро, проснувшись, подумала, ну и слава Богу, наконец-то можно бухать с утра. Вот. И так я начала пить каждый день, по многу, с утра. И мне казалось, что я попью, там, недельку отдохну от работы все-таки. Устала я вкалывать. Вот. Ну, я вошла в такой хороший запойчик полуторамесячный. Реально просто в таком состоянии была упадка всего. Я не то, что не могла искать другую работу, я плохо помнила, когда закончился один день, начался следующий день. Я там... Настроение у меня уже было к этому моменту такое... Фактически я его с трудом улавливала, потому что у меня либо очень хорошо, я там веселюсь и смеюсь, либо какой-то такой дикий упадок и мрачняк, что хочется вешаться. Я понимала, что мне катиться некуда, вообще некуда. Мы с мамой вдвоем в чужой стране, с пожилой мамой. И помощи ждать неоткуда. И я сама абсолютно нигде способна, и бросить бухать я не могу. Но, видимо, где-то... Опять эта ниточка не оборвалась. У меня появилась подруга, которая мне рассказала, во-первых, истории о смерти, хорошо знакомых мне людей, которые меня очень сильно испугало. И я реально увидела свою смерть в этой истории. Я увидела, что... К тому моменту я уже пыталась попросить Боженька, ну давай я вот уже сейчас засну и не буду просыпаться, естественно. Хотела я такой мирной, гуманной смерти как-то так, и ответственность на себя не взять, и вроде как тихо отойти. Но не повезло. И я увидела, что реально смерть моя будет долгой и непредсказуемой. Я не знаю, где я буду завтра, где я... что со мной будет. И параллельно эта же подруга вот случайно мне рассказала о своем брате, который был совершенно пропащий наркоман, там много лет проживший в Средней Азии и попал в Израиль. Он пошел в сообщество анонимных наркоманов. И сейчас он даже вот помогает другим наркоманам. И как-то вот это на моем уголке пьяного мозга это отложилось. Я в этот день пришла домой и сказала маме, мам, я вот все, я сдаюсь. Если я вот за неделю не смогу сама выбраться потихонечку, то... Или... ну, в общем, надо искать какую-то помощь. В репцентре я идти не видела никакого смысла, потому что я понимала, что мне реально... Даже если меня вытащат из этого запоя, я все равно не вижу смысла. Я не вижу повода не выпить. Я абсолютно никак не понимала, как жить и не бухать. Чудом оказались знакомые, которые нашли Борю. Сказали тогда уже, что у него 13 лет трезвости, хотя видели, как он пил. И это меня зацепило. Сказали, вот есть человек, который знает, как не пить. Ну, где-то краешком промелькнуло, что это анонимные алкоголики. Мне было все равно, мне абсолютно... я сдалась полностью. У меня не было вариантов ни жить, ни умереть, ни бросить пить, ни... ничего. Так я попала на свою первую группу. Спасибо, Боря, в очередной раз. Я в этот день должна была немножко выпить, потому что я бы просто не дошла. Я и так с большим трудом дошла. Вот. Я безумно благодарна всем людям, которые тогда были. И всем людям, которые открывали эту группу, потому что... Ну, это было мое счастье. Она была же в Батьяме, в котором я была. То есть не факт, что я бы куда-то доехала. Меня зацепило практически сразу. Ну, в таком положении, я думаю, все бы прониклись. То есть я пропащись абсолютно себя чувствовала, никому не нужно. А тут народ меня принял. Люди рассказывают те истории, которые, если со мной и не было, либо я не помнила, что было, то вполне могло бы быть. То есть я абсолютно прочувствовала историю каждого. То есть абсолютно почувствовала себя на своем месте, среди своих. Меня приняли ко мне, подошли ко мне, мне сказали, продолжай приходить. Вот. И у меня действительно появилось... Вот я услышала свою весть. Я услышала, что увидела людей, которые это сделали. Они смогли не пить. Хотя были такими же алкоголиками. И у меня появилось ради чего напрячься, куда стремиться. Я, в общем-то, довольно-таки тяжело я выходила из этого запоя. Но я попросила Бога. Вот по нашей, по этой же брошюрке, по этим шагам. Я первые три шага практически сделала сразу. Потому что, ну, ничего не было у меня. Ну, сделала морально, согласилась с этим, готова была идти. Потому что, несмотря на то, что в этот день я все-таки купила себе выпить, я не могла. Мне было очень плохо. Через два дня я взяла себя в руки. Болела я еще долго, но у меня уже была цель. И вот так начался мой первый год выздоровления. Начало было таким довольно сложным. Я пыталась... Конечно, суть программы в таком... Я пришла настолько пропитая просто, что... Я нашу молитву о душевном покое первое время могла только читать. Я запомнить не могла. Я переставляла слова, наверное, ну, полгода точно. То есть, читаю, понимаю, а повторить не могу. Прочитать вот так ежедневные размышления тоже, наверное, вряд ли бы смогла. То есть, у меня, ну, полное было разложение вот каких-то нервных окончаний. Физическое, моральное, духовное. Это какой-то слизень такой был. Но очень самоуверенный, я вам хочу сказать. То есть, никаких сомнений в том, что я поняла почти сразу все. У меня не было. Но, естественно, как человек приходит, он живет в обычном мире. Вот и я жила. Я поняла, что от меня хотят. Мне хотят... Вовка мне сказал после какой-то группы, там, посмотрев на мои кислое выражение лица, шаги надо. Ну, сказал, думать у меня нечем было. Уверенность была. Вот мозгов я понимала, что даже сопротивляться там особо. Шаги, шаги. Пошла по шагам. Я же все понимаю. Ну, когда начинаешь понимать эти вещи головой, оно никак не работает. Ну, то есть, я вижу перед собой книжку, написанную 80 лет назад. Достаточно критично там это все прочитывая. Ну, могли бы получше как-то там обновить, что-нибудь добавить. В конце концов, 80 лет прошло. Ну, в общем, когда я дошла до шестого, седьмого шага, у меня начался полный ступор. То есть, я вообще ничего не могла понять. Единственная мысль, которую я сделала, я очень старалась. То есть, я так упрямый человек. Если я взялась, я хочу доделать до конца. Как бы мне было тяжело, я написала четверку, сдала пятерку. Шестой, седьмой шаг, вот после всего этого, мне пришла единственная мысль. Бог меня насильно избавит от курения. Вот так я выздоравливала. Это была реальная мысль, у меня был страх. Сейчас Бог у меня отберет, и я не смогу курить. Ну, естественно, что могло быть дальше. Дальше я дошла там каким-то кувырком. Я помню, что я уже заканчивала так, в общем-то, из вежливости. И совершенно мне было непонятно, сколько я еще буду ходить. Потому что я приходила, я хотела понять головой, что я должна делать. То есть, поставить себе, ну, как я раньше работала. Прихожу на работу, мне ставят задачу, я ее делаю. Я прихожу в репцентр, все говорят, а мне вроде как рассказывать нечего. Я не была в репцентре, что я могу рассказать. И так вот все время. То есть, я не брала служения. Вроде как, всегда есть кому служить, что я буду локтями толкаться. Я как бы всегда готова. Ну, так вот так вот и катилась. Ну, на мое счастье, конечно, вот я везучая. Вот, опять же, благодарна очень Денису за, тогда это было, по-моему, в основном, по большей части его заслуга, что он притащил целого Григория Т. Вот, и я, конечно, прониклась. Я помню, что когда вот тогда у нас был этот первый семинар, я просто физически уставала. Как будто я вот лопатой что-то выгребаю. Настолько у меня там что-то щелкало где-то везде, что я просто, действительно, я прониклась, как бы пропустила через душу эту программу и побежала. Дальше, второй год, это у меня был год такого полета в поиске с высоты. Вот, очень смешно так. Ну, смешно и трогательно, хотя было много таких обстоятельств, через которые, опять же, меня вот, как, допустим, мы репатриировались в Израиль за год до того, как у меня дома началась война. Я, когда репатриировалась, я вообще и подумать не могла, что меня от чего-то спасают. Я вообще к Богу с такой некоторой обидой говорила, за что ты мне это дал. А я оказалась здесь, у меня миновала война. Когда вот у меня подходил к концу первый год, как раз, когда приехал Григорий, я оказалась без работы. Поскольку я не выздоравливала, я на своей воле швырнула. Сказала, что я ухожу, ушла с работы, с которой меня никто не выгонял. Но я вот, мне там не нравилось, мне было плохо. Я считала, что виновата работа, ушла. И я тенялась очень долго, я пыталась работать на уборках. Там я не очень прижилась. Я пыталась работать в гостинице. Четыре дня, это был ад. Я оттуда выходила, реально не помнила, как меня зовут. Я вот так вот стояла, куда идти-ка, кто я? И, ну, в общем, жесть такая была. И потом я, когда вот послушала Григория, я очень активно начала слушать семинары. Ну, много, прям, ну, буквально жила в этом. И параллельно я вот тоже такая работенка у меня была. Это просто первый момент моего такого, я считаю, духовного просветления. Я с такими подвязалась к какому-то агентстве по типографиям, частенько разным. Но бывало неделю в одной. А бывало, что и там каждый день в разных. Какие-то работают им нужны люди. Как бы они ни берут напрямую. Я вот так вот ездила. И в одной типографии там довольно-таки. Женщины, они там о себе рассказывают, а я же в ушах. Ну, я и так ничего особо не слышала в тот момент. И я вот слышу историю, она говорит, внучка, 4 года, не знаем, что подарить. Мы ее уже замучили. Что тебе купить там, девочка? А девочка говорит, хочу не знать. И меня настолько это вот прошибло, вот действительно, меня прям как щелкало. Это же такой кайф, вот не знать, что тебе подарят. Вот именно детский, ждать сюрприза. И я поняла, что вот так вот у меня с Богом. Я не хочу знать, что у меня будет завтра. Вот в тот момент меня щелкнуло. Я, конечно, сейчас частенько хочу. Но тогда вот у меня просто вот настолько вот наступила вот легкость. Я жду сюрприза, Боженька. Давай, постарайся. Я маленькая девочка, я хочу подарков. Вот. Ну, как-то очень много было таких моментов. И это действительно вот когда наступает какое-то такое озарение, наступает безумный кайф такой вот. Прям вот. Вот я реально поняла, что искать Бога, это значит искать вот этот кайф. То есть я ходила и пыталась достичь этого состояния. Я взяла тогда почти сразу служение в репцентре. И благодарна тоже там и людям, которые меня поддержали и помогли мне тогда. Потому что я шла и у меня просто, я помню, мы с Денисом еще по телефону говорили. Я иду первый раз служить в репцентр. Вот после всего этого. И я иду одна, никто не может приехать. Час говорить для меня тогда связанное, это было мучение. Денис говорит, бери большую книгу и читай. Я говорю, хорошо, начнем с предисловия, прочитаем все. Но на удивление, я вот именно тоже в состоянии такой паники, я сразу попросила Бога, и почему-то у меня щелкнуло, что я попросила просто Бог, сделай меня полезной. И у меня пошло. У меня вот как-то нашелся вот этот контакт. И самое главное, что я понимала, что я это делаю для себя. Я делюсь, но я тоже получаю, потому что вот безумное чувство удовлетворения, когда после собрания выходишь, понимаешь, что не факт, что кто-то из них придет, но где-то, скорее всего, по крайней мере, информацию они получили, они увидели, что есть возможность. Очень большой мне толчок дало это служение. Я и сейчас стараюсь продолжать служить в репцентрах по возможности, по возможности нахожу такую возможность. Потом у меня начался поиск, я стала искать спонсора, то есть тоже уже послушав много спикерских, увидев, что есть разные подходы, разные взгляды, я стала искать человека. Ну, поначалу я как бы, да, все неопытные, я немножко плохо понимала, где мне его искать, я попросила знакомых мне. Дали одного человека, мы с ней начали идти, но я понимаю реально, что я ее не слышу, а она меня не слышит. Ну, то есть, ну, как-то, в какой-то момент я поняла, что пятый шаг я не готова с этим человеком. Я извинилась, поблагодарила и стала опять искать. На тот момент еще мне не приходило в голову просить об этом Бога. Еще вот существовала у меня такая прерывистость в том, что я периодически я вспоминаю про Бога, периодически я там что-то... А периодически я понимаю, что я живу в реальном мире, вот она я, Саша Вольская. То есть, ну, как бы... Ну, и тоже нашла чудо спонсора, я послушала, опять же, спикерские. Вот у меня прямо, вот сразу, даже никаких сомнений не было. В Москве был семинар о женском спонсорстве как раз. И я вот слышу человека, я понимаю, что мне просто хочется бежать. Вот как я Григория послушала, мне захотелось бежать, я уже не видела никаких препятствий. Так и тут. Я нашла ее, мы созвонились, и вот так постепенно, это уже к концу где-то второго года, начали двигаться по программе. Третий год у меня был такой достаточно сумбурный, в том смысле, не сумбурный, очень хороший, но очень много работы было, потому что... И спонсор у меня очень активный. Ну, а я же как бы за ней уже прицепилась, стараюсь ухватить побольше. Вот, и мы с ней прошли шаги по скайпу, а потом буквально почти сразу она говорит, вот я собираю малую группу по большой книге. Ну, а у меня как-то... Ну, малая группа по большой книге, мне интересно. Ну, я говорю, да, оказывается, это же опять шаги. Да не просто группу по большой книге читать. То есть я прошла таких, получается, два круга шагов подряд. И еще к концу года мы прошли тоже, уже не малой группе, прошли традиции со спонсором. Вот, очень много информации, много впечатлений. Иногда у меня глинило просто, что, как бы, перегруз в голове, не успеваю все... Не успевает откладываться. Но когда такой вот наплыв информации, для меня это... Вот я сейчас вижу, что у меня такая вот небольшая пауза, как бы, ну, тишина, скажем так, в каком-то моменте. И я вижу, что я стала отлавливать свое эго гораздо легче. У меня уже 10-11 шаги, это уже мое естественное состояние. То есть пока я вроде как за кем-то гналась, где-то повторяла, где-то что-то пробовала новое, разные там виды. Ну, я не пробую там медитации какие-то извращенные. Я уже стараюсь хотя бы одну, один вид делать каждый день. Практически сейчас у меня не бывает такого, чтобы я не... Без медитации мне просто иногда страшно. Я, по-моему, даже как-то делилась, что у меня как... Если я... Вот вдруг у меня были там, по-моему, какие-то моменты, когда, ну, не успеваю, проспала, бегу. Я прихожу на работу, у меня вот все то же самое, а оно как карточный домик вот так вот складывается, и все становится другим, и мне становится страшно. То есть все. Я-то думаю, что-то я такая хорошая, ко мне люди так относятся. А нет. Оказывается, нет. Более того, вот последнее... Вот эти вот моменты, это такие вот очень какие-то такие тонкие личные вещи. Я стала отлавливать свое эго на каких-то вот на хороших моментах. Вот у меня была ситуация буквально на днях. Я просто вот... Я сейчас рассказываю, у меня чебурахи. Я... У нас сейчас там немножко на работе. Есть одна женщина, ее очень не любят коллектив. Она болела долго, сейчас появилась. Получается, мы с ней за соседними столами. Но я когда прихожу настроенная на Бога, у меня же нейтральная позиция. Я без суждений, как владельчик проснулась, я пришла, и мы с ней общаемся. Она очень рада, потому что с ней никто не хочет общаться. И мы с ней общаемся, общаемся. И тут вот в какой-то момент у меня появляется мысль. А ты молодец. И все. И все. И все. У меня появилось первое осуждение, что я хорошая. И все. И дальше пошло мое эго. Я начинаю видеть ее недостатки. Я начинаю все. Я начинаю уже стараться быть хорошей. То есть до того, я не задумываясь, просто общалась с человеком. А тут я уже начинаю напрягаться. И таких моментов миллион. Я начала видеть, каким я была говном, начиная с детства. То есть я какие-то моменты просто начинаю. Я понимаю, что вот тот же Григорий сказал в свое время, что я не понимала эту фразу, что четвертый шаг настолько важен, что его с первого раза сделать хорошо очень сложно. Я реально понимаю, что сейчас у меня идет подготовка к еще более глубокому пересмотру себя, ну, вместе с Богом, естественно. То есть мне Бог очень мягенько преподносит все вот те радости жизни, в кавычках, которые со мной были. Он показывает, как это было. А если бы я увидела все сразу, я бы точно пошла пить дальше. Вот. Я очень благодарна всем вам. Я очень благодарна тому, что в Израиле есть такое чудесное русскоязычное сообщество, что мы все растем, что растет движение наше. Я безумно благодарна всем своим подопечным, которых у меня было, и в которых я всегда вижу себя. Это очень сильно помогает видеть свое эго, свои недостатки, когда ты видишь других людей. Ну, в общем, спасибо большое. Я очень благодарна всем и Богу за то, что мы здесь. Спасибо. Спасибо. Спасибо.